всем привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал у нас утро и софичка у нас дома садик не пошла кстати это на камеру попадает это не пыль это соль от салонки вот так вот я ставлю получается соль на камеру видит как будто это пыль лежит садик у нас за века не пошла потому что кашляет и зародила всю семью кстати мы все кашлям как без ночи ну да и поэтому мы остались дома чтобы никого больше не заражать кажется снова придется все доставать нет завтра не пойдем тоже кашель очень сильный конечно же что у нас афика делает готовит нам завтрак омлет мешает сейчас налью молоко посмотрите какой красивый омлет получается из яиц с рэвэ аж оранжевый омлет получается но действительно вот везде вот я в прошлом влоге тоже сказала хочу повториться я везде так и так покупаю яйца био то есть высшего качества но вот из рэвэ именно они прям такие 320 что ли 330 вроде стоит десятка десяток и прям вот аж оранжевые любое блюдо где вот яйцо на красивое получается яркой если даже сырники сделать из них прям сырники внутри аж такие желтенькие получаются потому что сырники то надо два желтка ну по моему рецепту то есть вот самые мои любимые яйца из рэвэ короче кстати у меня есть упаковку давайте сразу уж вам покажу тогда вот такие вот я беру из рэвэ бодан хальтунг видите вот они прям оранжевый оранжевый размер l большие крупные яйца вот этот я у них покупаю всем привет привет из россии из сызрани мы позавтракали и первым делом сегодня решила пойти в алберес у меня несколько заказов в албересе и они уже давно пришли на гузель никак не дойдет до пункта выдачи надеюсь еще не вернули мои заказы крайне мере приложение еще ничего не написано что возврат или что-то несколько заказов на один заказ вообще тяжеловесный придется нести когда из балберса конечно приду поделюсь с вами сделаем распаковку что же такое я на этот раз заказала болячки болячками поболели хватит еду готовить надо все равно сейчас будем софикой делать сырник обед пошел то есть пошел на обеденный сон пришла я из в албереса получила свой тяжелый давайте покажу чушь я заказала такое держу самое первое покажу давайте заказала любимый носки видимо кто-то открывал и смотрел все таки любопытно было видимо такие носочки обычные черные носочки потом заказал помните альбина про этот крем говорила у меня тело сушится прямо даже нет такого слова сказать как сушится решила все таки приобрести кстати она уже давно мне об этом говорил даже в турции когда были значит от сухости кожи она говорил мама купи вот это ну все ладно ладно бархатные ручки у меня есть крем да ладно но все таки вот купила вот такой крем я буду пользоваться надо попробовать оригинал или нет говорят же много бывает это в комментариях некоторые пишут вот такой же крем вот в алберсе разные цены вот такой же крем на разные цены и захочешь у некоторых комментариях наверно подделка прислали подделка что-то эффект другой чё-то я надеюсь мне оригинал и с подарочком это подарок это я порошок заказала прошел гель для стирки и пятнововитель все пятна водителем короче и давно я не приобретала кондиционер но здесь акция была за одну цену что две штучки кондиционер и гель-порошок кстати производитель германия я хочу спросить действительно германия есть германия такие порошки или кондиционеры выпускают или а тут так будет я только помню одно какое-то масло для машины рекламировали я уж по моим вам видео говорила и как раз гостями у детей германии вы спрашивали сынок ты машина занимать действительно что это машина масло хоро для машины честно скажу у нас германии нет такого масла для машины я не знаю говорит вот сколько больше ну такого нет вот и у вас хочу спросить есть у вас вот такой порошок названием германия германия под санкции германия вот мой заказ так что пришла заказом тебе будем пользоваться с удовольствием стиркой и кремом проверили мы насчет крема через киркот выход их не сайт значит оригинал проверили ну вот хотели мы порошок и кондиционер проверить ну здесь киркота нет нигде здесь нет нигде но что вот вы как как бы прямо в бутыле вот их не фирма прописано видите но думаю что оригинал верится хочется ну крем оригинал приятно контент от меня сегодня конечно еще тот потому что мы заболели всей семьей игорь правда у нас еще держится но обычно надо нас догоняет тебя попозже через два-три дня он у нас тоже догоняет мы кашляем очень сильно кашляем и насморк вообще детям пока даю самодельный сироп который из лука меда и лимона вроде бы на мой слух кашель у детей стал легче когда удаю этот сироп на мой слух сегодня ночью буду наблюдать потому что прогресс всегда виден ночью потому что дети ночью как раз таки кашляют как не в себя если все так же завтра конечно же буду звонить терапевту детскому и делать запись но вообще хотелось бы без медикаментов конечно обойтись но я говорю второй день сегодня даю сироп самодельный сама сироп не пью пью таблетки в ноябре когда мы сильно болели мне тогда выписали помню от каждой таблетки пью я их в общем знаете мне уже надоел этот садик ну честно вот мне надоело болеть я за последние полгода болею столько сколько не болела за всю на свою жизнь за свои 33 года мне уже надоело вот этот температурить кашлять вот уже вот здесь вот мне конечно предупреждали но не настолько же часто но пожалуйста это я еще знаете как бы виду здоровый образ жизни я почти не пью алкоголь не курю витамины пью полезно питаюсь здорово да и вот так вот часто болею хотя не знаю чего это уже зависит а еще знаете что хотела вам сказать хотела вам сказать что мы завтра пойдем смотреть наверное дом почему наверное потому что мы сделали так-то запись ну кто знает как мы завтра себя будем чувствовать да надеюсь не хуже чем сегодня если не хуже чем сегодня пойдем смотреть дом впервые за да через долгое время да когда мы последний раз смотрели месяца два назад наверное на дом смотрели или почти два месяца назад потому что нету просто навсего объявлений нет объявлений либо есть но не по нашему карман вообще знаете мы же смотрим не только на цену дома так то есть дешевые дома недорогие дома хорошие дома но например они там где нам вообще не нравится это место в горах чаще всего дешевые но низкие цены на дома но в горах я не хочу жить здесь у нас сразу же из швебище альба там деревне в основном я там не хочу жить сразу говорю хоть там очень часто встречаются хорошие дома с хорошим ремонтом по низкой цене но нет там не магазинов ничего вот тут вообще нет ну нет нет не хочу я там жить а вообще знаете у нас тут недалеко в 10 километрах тоже в горах продается дом ну классный классный дом за 590 тысяч стоял бы где-то в нашем городе здесь он бы стоил точно миллион миллион полтора новый ремонт везде паркет везде камень на полу я имею ввиду сам на своя земля большая там даже у него пруд есть земли если мне не лень я вот сделаю скриншот и ставлю здесь фотки посмотрите очень классный дом за 590 тысяч он очень дешевый для того что этот дом как выглядит но то что он стоит в таком стрёмном месте он в горах продается этот дом в горах и не хотим жить что случилось сына что так что вот мы завтра пойдем дом смотреть я не знаю разрешат нам снимать или не разрешат вам обязательно расскажу уже в следующем виде что и как предыдущем блоге как-то я вам сказал что я вам расскажу чем я таким я занимаюсь вот наверное сегодня я созрела созрела вам рассказать и показать чем же таким я занимаюсь как уехали мои мужики вот старого как они уехали я вот старого дня как они уехали я каждый день каждый божий день занимаюсь по чуть-чуть я на взрыве дня гнева я обижена честно чем я сейчас занимаюсь я обижен я сейчас данный момент исправляю их не работу что они сделали осень если бы они хоть услышали что я хочу от них какую красоту и какую работу вот данный момент я бы сейчас я не занималась но они выбрали ту работу чего им легче они сделали но они вот это что они сделали не вообще не нравится не нравится вот данный момент сейчас я исправляю вы понимаете вот мы же на кухне тоже сами хозяйки вот что доме все делаем красиво и вот огород меня тоже душа моя и врагим прекрасно знать что это огород моя душа от огорода я не только хочу получать урожай но и хочу увидеть красоту вот сеть в качеле тоже любоваться это красотой любоваться и смотреть а не просто вот копать посадить и все даже вот я около весной вот они были дома я ибрагима говорю ибрагим вот ты прекрасная вот это мне не нравится вот вот хотелось бы вот это исправить он и сказал я не собираюсь закапывать еще раз деньги в этот огород я понимаю у нас земля уклонная много деньги втюхали на это подборки земли честно признаюсь очень огромный день больше сто пятьдесят тысяч потому что знаете это покупаем бут песок щебет рабочих вот даже на вторую уровень на я первый уровень а них это вот подпорка земли сами сделали это огромные деньги да и сейчас мешок цеми то 400 рублей до большие деньги но у нас того года остался еще вот который купили остался год щебет есть вот это но он сказал нет ну вот теперь я вот потому что мне не нравится что они сделали я и не хочу вот чтобы это было давайте все таки я вам расскажу и покажу что ж такое я так справляю что они сделали за уклонность участка у нас земля разделась на два уровня подпорка стены земля подпорка стены земля но первый уровень разделяет нас лестница пожалуйста не обращайте внимание на лестницу когда наверное доделаю эту работу и займусь эта лестница помните даже я осенью сказала что я хочу здесь тоже красивую лезть ну как красивую бетонную лестницу но не эту красоту даже вот подыматься не проблема нету лестница прям подыматься надо обходом вот так вот так ну давайте не будем отвлекаться и внимание обращайте на эту лестницу пожалуйста я сейчас на взрыве я сердито честно ну вот у нас эта земля разделена вот лестнице и эта сторона получилась выше чем эта сторона и осталось когда стену сделали еще осталось тому что уклонность добавилась уклонность связи с тем тому что же стену подпорки что внизу еще скопали они и сюда закидывали так чуть-чуть здесь уклоном земля была там я сажала брокколи если вы помните брокколи ну и вот что же мои такие мужики сделали от видите вот металлическую подпорка земли вот листами здесь только буквально надо было вот эту всю землю убрать и выровнять выровнять вот это здесь вот метр шестьдесят шириной вот это затем красота 3 как три уровня получился эта сторона 5 получилось как три уровня подпорка земли земля фу подпорка стены земля опять это листами железными подпорка земля полтора метра на метр шестьдесят опять и получилось три уровень вот как я хотела вот как здесь смотрите стена ровно стена ровно земля все и здесь также я хотела эту же красоту вот это мне вообще не нравится зачем уровне несколько уровней добавляться вот и начала я работу давать я вам покажу уже что чем я занимаюсь начала я с этой стороны начала конечно с этой стороны вот смотрите сколько я скопал какой высоты земли уже хожу я вам показать сколько я вам сколько он смотрите сколько закинула уже земли вот закапываю афу откапываю как уже откапываю закапывал видите уже листы потому что я сейчас на взрыве вот я вам говорю я вы я на взрыве обижена потому что эту работу должны быть сделать мои мужики если даже вот они неправильно делали весной бане но буквально бы они сделали за четыре за три дня ну пускай неделю по чуть-чуть как бы сделать но за то что они бы сделали исправлюсь ну я это данный момент справляю не тяжело очень тяжело но мне не нравится вот эта красота красиво для давайте уже покажу вот прямо вот это красиво стоит да вот этот подпорка земли бы подпорка просто я уже вот откопала здесь у нас было абрикос как уже знаете уже откопал это уже абрикос вот чем я и занимаюсь я обижена серде так потому что это должны были сделать мои мужики а я еще сколько времени делать это буду я не знаю и после этого нами займу здесь вот видите здесь нет лестницы подыматься водка я подым вот здесь вот просто вот так земля была вот так здесь как уже понимаете да вот здесь земля была просто я начала с этого вот так обходить и подыматься да 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 я очень гнев честно обидно обидно когда тебя любимый человек не услышал твою просьбу сделал легче как ему удобно просто надо было перетаскать а здесь еще вы знаете добавилась земля осенью вот помните здесь вот здесь которые рабочие закидали еще сюда добавился не то чтобы здесь перекидать наоборот еще сюда добавился не то что здесь вот найти вот прямо гневе гневе и потому что чуть-чуть эту работу сделаю еще и посадка же у меня есть не только эта работа потому что сильно чтоб не уставать и эту работу мне надо сделать вот так пока дети едят суп я в это время буду готовить ужин дети захотят не захотят уже делаю их буду готовить сегодня куриные шницели они а точнее у меня индюшатина шницели то есть обваливаю сначала яйца и потом в муке потом панировочных сухарях нет точнее сначала в муке потом яйце потом панировочных сухарях буду жарить гарнир конечно же сварю картошку и сделаю свеженький салат в общем то вот такой вот у нас будет будет ужин дети уже захотят не захотят это их уже тело сейчас они идут а к шницелям у меня есть вот такие вот соусы это кройта кварк то есть творог с травками муравками но это не такой творог конечно на как в нашем понимании он такой жидкий как крем и вот такая вот социки это тоже молочное соус на молоке в общем это социки это греческий соус он идет с огурцами и чесночком да вот мы там гривили или что-то или нас приглашали на гриль то я сама социки делает тоже очень получается вкусно на основе греческого йогурта видите что это делает что ты делаешь что ты делаешь вкусно лук без жара понижающих все-таки не обошлось софики поднялась температура и говорит все болит мерзнет сейчас дала его профиль что такое маленький все более мышлотки лицо такое странное истинная девочка смотрит как у него лицо получается домой сейчас лучше станет а данилка сидит банан кушает у меня вторая половина него первое вкусно тебе следа до банан кушаешь скажи банан банан о ну не надо было полностью совать то перед камерой что ли решил так выпендриться пирожки пирожочек сейчас все будет хорошо я тебя люблю ты еще банан будешь ну вот у меня вторая половина твоя создам еще хочешь да а а а а